Максим Горький Максим Горький родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде в небогатой семье. Настоящее имя – Алексей Максимович Пешков. Сам писатель до преклонного возраста считал, что родился на год позже, в 1869 году. Подтверждающие документы об истинной дате рождения писателя были найдены аж в 20-х годах. Отец – Максим Савватевич Пешков, столер-краснодеревщик, управляющий Астраханской пароходной конторой. По некоторым данным, отцом писателя был Колчин, управляющий пароходной конторой, в которой служил Максим Пешков. Мать – Варвара Васильевна Коширина, дочь богатого нижегородского купца. Родители писателя умерли рано. Отец умер от холеры, заразившись от маленького Алексея, а мать скончалась от чахотки. Алеша остался на попечении дедушки и бабушки. Мир литературы и поэзии для мальчика открыла бабушка Акулина. Будущий писатель обучился церковно-славянской грамоте. Два года занимался в Нижегородском училище и в иконописной мастерской. Семья жила бедно. С 11-летнего возраста приходилось подрабатывать, где придется. Несмотря на тяжелую жизнь, он всегда находил время для самообразования. Горький был трудным подростком, не любил ходить в церковь. Когда вырос, стал ярым атеистом. Он говорил, что бог выдуман и плохо выдуман. В 1884 году писатель переезжает в Казань, где хочет поступить в университет. Но денег катастрофически не хватает. Ни на жизнь, ни на учебу. И ему приходится браться за любую черновую работу. Он скитается по России, участвует в революционных кружках, неоднократно попадает в поле зрения полиции, создает репутацию неблагонадежного и даже несколько раз пытается покончить жизнь самоубийством. Во время своих скитаний по стране Алексей Максимович знакомится со многими людьми, которые впоследствии станут прототипами героев его произведений. В 1892 году в тифлийской газете «Кавказ» под псевдонимом Максим Горький впервые публикует рассказ «Макар Чудра». В этот период жизни ему помогает писатель Владимир Короленко. Псевдоним писатель придумал себе сам. Он говорил, не писать же мне в литературе пешков. Выбранный псевдоним-френоним Горький характеризует нелегкую судьбу и направление творчества автора. Литературное имя Максим – это имя его отца и сына, которых он очень любил. И, к сожалению, они рано ушли из жизни. Стоит отметить, что это имя было и у убийцы его прадеда Максима Башлыка. По другой версии, на выбор псевдонима повлияла и фамилия Максимов, которую носил отчим писателя. Выбор псевдонима Максим Горький совсем не случайен и очень символичен для автора. Некоторое время писатель работал в Самарской газете, публикуясь под другим псевдонимом – Иегудиил Хламида. Опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах, очерки и рассказы принесли писателю известность. Такого громкого успеха при жизни не было ни у кого из русских писателей. Его многочисленные произведения переводились на иностранные языки. Ему присуждались различные премии, а гонорары стремительно росли. Он стал богатым, знаменитым и влиятельным. В 1900 году пишет роман «Трое», знакомится со Львом Толстым и Антоном Чеховым. В 1902 году ему присвоено звание члена Императорской Академии Наук, но вскоре по приказу Николая II признано недействительным. Горький также выпускал детский журнал и писал сказки для малышей. Среди них «Сказка про Иванушку-дурачка», «Самовар», «Барабьишка», «Сказки об Италии» и другие. С 1902 года по 1921 Максим Горький руководил тремя крупными издательствами – «Знание», «Парус» и «Всемирная литература». Чтобы подавить конкурентов и привлечь большее количество талантливых авторов, Горький платил ежемесячный аванс и очень высокие гонорары. Также публикации пересылались за рубеж, где переводились и публиковались. В 1906 году Максиму Горькому из-за политического преследования пришлось эмигрировать в США, а затем в Италию. За границей писатель вел активную деятельность. Он собирал средства на революционные нужды, встречался с большим количеством известных людей. На острове Капри провел 13 дней с Лениным, активно занимался творчеством и издательским делом. В эмигрантский период из-под пера Горького выходят такие произведения. «Жизнь ненужного человека», «Жизнь Матвея Кожемякина», «Сказки об Италии», «Детство». После амнистии по случаю 300-летия дома Романовых в 1913 году Максим Горький вернулся в Россию. Он занимается общественной деятельностью и работает в издательствах. Февральскую и Октябрьскую революции Горький не поддержал. Он критиковал действия большевиков, их жестокость и беспощадность. Отношения с Владимиром Лениным перерастали в ссоры, но после покушения на вождя большевиков их дружба укрепилась. Считается, что благодаря деятельности Максима Горького Америка отказалась выделить средства России для подавления революции. В 1921 году по совету Ленина вновь уезжает в Европу, где проходит лечение от туберкулеза, издает журнал «Беседа» и собирает деньги на борьбу с голодом в России. Занимается писательством и издает журнал «Беседа». На самом деле советские спецслужбы считали Горького колеблющимся и неблагонадежным мыслителем, и предпочитали держать его на расстоянии от Родины. Весной 1928 года по личному приглашению Сталина Горький возвращается в страну советов. По пути следования поезда из Берлина в Москву его приветствовали многотысячные толпы поклонников на станциях, а прибыв в Москву, люди на руках несли писателя по городу к его дому. Горькому показывали достижения нового уклада жизни в Советском Союзе. Осенью Максим Горький снова уезжает в Италию, чтобы через несколько лет навсегда вернуться на родину. Правительство Сталина было благосклонно к писателю. Ему был выделен особняк в Москве и дача в Крыму. Он продолжает писать книги, выпускает газеты и журналы. Стоит сказать несколько слов о личной жизни. Личная жизнь Максима Горького была довольно бурной. Писатели отличали непродолжительные связи со многими девушками, в том числе и легкого поведения. Официально он женился лишь единственный раз в 28 лет на Екатерине Полжиной. Девушка работала корректором в издательстве Самарской газеты. У пары родилось двое детей – сын Максим и дочь Екатерина. Также на попечении семьи находился крестник Зиновий Свердлов, взявший позднее фамилию Пешков. Семейная жизнь тяготила писателя. Они жили вместе только из-за детей. Когда маленькая дочь неожиданно скончалась, пара рассталась, но сохранила дружеские отношения. После расставания с женой писатель сошелся с актрисой театра МХАТ Марией Андреевой. Их отношения длились 16 лет. У Марии было двое детей от предыдущего брака. Их воспитанием занимался Максим Горький. После революции Андрееву больше привлекала партийная работа, нежели семья. Горького это не устраивало. И он ушел к своей секретарше Марии Бутберг, бывшей баронессе, которая была на 24 года моложе и крутила романы с другими мужчинами. Тем не менее, пара прожила вместе 13 лет. Есть мнение, что Мария Бутберг работала на английскую разведку и одновременно сотрудничала с органами НКВД. В мае 1936 года Максим Горький заболел гриппом. В таком состоянии его трижды проведывал сам Иосиф Сталин. Умер Максим Горький 18 июня 1936 года в подмосковном поселке Горьки. Существует версия, что причиной его смерти стало отравление по заказу руководства страны. Некоторые источники утверждают, что мозг умершего писателя был извлечен и передан для изучения в научно-исследовательский институт, а прах был захоронен в Кремлевской стене на Красной площади. Редактор субтитров А.Семкин